Хохот Морганы. Бессмертие – величина непостоянная. Услышав подробности о происшедшем на Земле и о гибели Феникса от прилетевших с Земли на молоте купидонов, купцов Дона, Девил, Андрогин, разразился страшным хохот. От его крика затряслась осиротевшая Вселенная. Умер древний змей! Дракон, называемый Сатаной, искушающий бессмертием всю Вселенную. Умер кот ученый! Умер! Напоминаю, лунная дева, если сказать по-старо-английски «деви», «девил» у индусов означает «бог». В веках понятия Бога и его половины, Пандоры, слились воедино. Ведь сейчас она прилетела на Луну, чтобы вскоре стать большей половиной Яга и всех ангелов. Ее не страшило, что у них не было нужных разъемов между ног. Ведь у нее был огромный опыт по одурачиванию лохов, выращиванию дирижаблей и усов. От этого крика хохота луны у повстанцев на земле содрогнулась душа, и кровь застыла в жилах. У многих человеков осиротевшая душа заснула навеки, но все же большая часть, роняя слезы, поклялась жить на зло смерти. На престоле, в луне, бесы праздновали победу. За бокалом нектара, смешанного с сомой, баба Пандора с Ягом синхронно в один голос, наполненный непонятным жужжанием и металлом, произнесли тост. Одна очень маленькая, но гордая птичка поднялась до самого неба, но обожгла свои крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. «Давайте выпьем за то, чтобы никто не отрывался от коллектива». Нектар от Некрос «Мертвец». Рецепт легендарного напитка дан позднее в тексте. Итак, приковав котов-героев цепями беспробудного сна, ураган вырывается на свободу. Ураган, урагон, прогоняющий свет. Снежная королева, наконец, разбила волшебное зеркало Димана, отражающее силу луны, птицу-феникс с магическим ларцом-ящиком внутри. И его осколки, освободившиеся монстры, разлетелись по всему миру. Они попадают человекам в глаза, сердца, делая их злыми, жестокими и бессердечными. Микроскопические монстры убивают, отнимают разум, уродуют тело, выворачивают душу. Монстры – мон, мун, луна, стер – управляемые, стеровать – управлять в славянских языках и по-английски тоже. Эпидемия болезней и жестокости захлестнула планету. Оскверненное человечество начинает видеть мир и окружающих, как в кривом зеркале. Считая себя сосудами истины. А в луне кривдо торжествует над правдой. Под хохот шестого ангела. Он или оно очень долго не мог или не могло остановить приступы злого смеха. Правда, трудно теперь сказать, кто он, она, оно. Нечистая сила, микробы, несут быструю смерть героям и медленную, мучительную смерть с длительной агонией слабодушным. В будущем такую долгую смерть будут называть жизнью людей. Большая часть населения Земли, обезумев и потеряв память, начинает воевать друг с другом, разрушая цветущий мир, не осознавая происходящее. Лишь самые стойкие, славяне, продолжают хранить равновесие, защищать слабых духом братьев, сохранять и приумножать знания человечества в полном окружении злом. Они скорбят о потере птицы счастья и ее пилотов. Да, головка иглы Кощея сломана. Мир потерял своих защитников, утратил бессмертие. Там, у темной воды, где грели мы в своих ладонях звезды, молот черной луны разбил мечты и стало вдруг слишком поздно жить и искать свой идеал. Рок-группа «Технология». Когда разлетевшиеся монстры успокоились, найдя свое место в генетических структурах живых существ, осквернив тела братьев, наступило затишье, свяло текущими конфликтами. И жизнь стала как-то налаживаться. Но маги знали, что это лишь затишье перед будущими бурями, которые растерзают мир в клочья. Через какое-то время из Тартара отозвался отец Феникс. Он был на грани жизни и смерти, его мысли часто прерывались. Он кое-как рассказал о беде, произошедшей на его борту. Сказал, что зона, пораженная скверной, отсечена силовыми полями от оставшихся районов Тартара. Отец сказал, что не стоит пытаться попасть в город. Теперь здесь живет только смерть. Он замолчал. И лишь иногда братья слышали его тусклый, тихий голос, порой теряя его на тысячи лет. Несмотря на предупреждения Феникса, многие экспедиции героев пытались попасть в заколдованный город в надежде освободить прикованного Прометея Денницу и его команду, чтобы восстановить Феникс и вернуть синюю птицу в страдающий мир. Но попасть в заколдованный город за железными стенами и несокрушимыми вратами они не могли. И под землей их подстерегали непонятные машины-убийцы. Попасть в Тартар было непросто. Но и выйти из того района было невозможно. Оттуда еще никто не возвращался. Вскоре попытки проникновения в заблокированные секторы Тартара были оставлены надолго. Скорбящий мир в период затишья решает построить огромный маяк при входе в первый шлюз канал Дарданилы, в память о Сантане и его делах. Маяк – колоссальный статуй Денницы Аполлона, держащий в поднятой руке светящийся шар – Феникс. В другой его руке была книга, вокруг головы зубчики сияния. Между ног колосса, стоящих по берегам канала, проходили корабли. Аполлон означает освободитель, спаситель. Вскоре строительство было закончено, и Санта, как живой, вознесся ввысь, освещая путь во тьме невежества и ночи всем ищущим справедливости и помощи. Его светлый образ на тысячелетия станет символом надежды на спасение. Поверженный мир верит, что герои-змеюноши не погибли, а лишь заснули беспробудным сном и обудется лишь перед последней битвой добра со злом. Луна готовится захватить осиротевший мир. Он скатывается все глубже в бездну разврата, алкоголизма и безумия. Зерна, посеянные Пандорой, дали буйные всходы. Луне нужны помощники в ее скорбных делах. Скоро она их получит в изобилии. Летописец Бога добавил несколько строк к написанному тексту в дневнике небесного владыки. Укрылся Локи от богов на одной горе, в горе. Построил себе дом с четырьмя дверями, чтобы глядеть во все стороны. Узнали боги, где его дом. И первым туда вошел квасир, алкоголь и его карифан Сома. Началась охота в воде на Локи, и вскоре он схвачен. Асы привели его в пещеру, поставили три плоских камня на ребра и пробили в них отверстия. Кишками привязали Локи к камням. Над ним повесили змею, и яд ее капает ему на лицо. Он рвется с такой силой, что сотрясается земля. Так он и будет лежать в оковах до гибели богов. Младшая Эдда Пора бы закончиться божьей власти. Срок уж поспел. Двадцать первый век на дворе. Но не зазвучала еще звездная копель. Галактическая весна еще не пришла.